Субтитры делал DimaTorzok Вы же на... Ну как так сказать... Я вот смотрел ваши ролики несколько и вы нашим гражданам говорите, чтобы у нас Россия развалилась, да? Я вашим гражданам говорю, чтобы ваша Россия развалилась? Вы внушаете мысль, что вы... Я не внушаю, я говорю, что это неизбежно. Сеете, сеете зерно, да, как бы сказать... Сею зерно. Нет, я говорю, что это неизбежно. Если вы не находите причины, что объединяет в одном государстве жителей Дагестана, Чукчей и жителей города Владивосток и Уральцев, те, кто живут там за Уралом, да? Если вы не понимаете, что их объединяет в одно, то развал страны неизбежен. Нет, а вот Евросоюз же то же самое, что объединяет, например, Историю... Они не живут в одном государстве. В Евросоюзе они живут... Они живут в Союзе. У них ценности одинаковые. И менталитет очень похож. Очень разные. Например, французы на юге и норвежцы на север. Менталитет один и тот же. Ценности одинаковые. Ценности. Ну, какие ценности? Европейские. Общеевропейские ценности. Сейчас юг Франции заселен арабами в основном. Как вы думаете, сколько там живет арабов в процентном соотношении? Или в количественном? Ну, на юге Франции очень много там... А, очень много, это хорошая цифра. Нет, это не так. Их стало больше, чем было раньше, но их не столько, чтобы говорить о том, что юг Франции заселен арабами. Это не так. В Англии самое распространенное имя у новорожденных в последний год признали Махмуд. Это не так. Это неправда. Это фейк. Это не соответствует действительности. Ну, как там... Проверьте эту информацию. Ну, вот смотрела, да. Вы смотрели эту информацию где? Где вы ее видели? Нет, так вот я хотела сказать, почему вы считаете нам выгодно разделиться? Я не считаю, что вам выгодно разделиться. Смотрите, разделение неизбежно, если вам не выгодно объединяться. Это не одно и то же, поверьте. Ну, вот вы говорите Чупча, например, или Якут. У Якута есть возможность поехать в Москву учиться. Поехать в Петербург, это... Ну, на... Много вы видели Якутов, которые учатся в университетах Петербурга? Ну, кстати, в Петербурге вот у меня сын учится и... И у него в группе есть один Якут. И монголы едут. И монголы есть. А монголы откуда едут? Из Монголии. Из Монголии. А Монголия это что, часть Российской Федерации? Нет, соседняя, ну, соседняя страна. Подождите, это соседняя страна. А почему это не часть Российской Федерации? Ну, она никогда не была частью Российской Федерации. то у Якута, возможно, будет такая же точная возможность, как и сегодня у Монгола, учиться в Петербургском ВУЗе. Что ему помешает? Если они, например, отделятся от нас и запретят русский язык. С чего вы взяли, что они запретят русский язык? У вас в одной группе с вашим сыном учатся Монгол и Якут. Но Монголия при этом отдельное государство, а Якутия при этом часть Российской империи. А если Якутия не была бы частью Российской империи, а была бы как Монголия, отдельным государством, что у Якута не было бы такой возможности поучиться в Петербурге? Погодите, юридически Монголия нам не принадлежит, но она под нашим протекторатом многое время была в советское время. А, юридически она вам не принадлежит, но она была под вашим протекторатом. Ну, дружественно. А, это называется по-вашему дружественное государство, которое находится под вашим протекторатом. Как все здорово у вас звучит, хорошо, красиво очень. Мне эта очень фраза понравилась, в ней есть какая-то вкусность. Согласитесь, правда? Монголия, говорит, не принадлежит нам, не принадлежит, но она находится под нашим протекторатом. Вы, в общем, сейчас на своей публике уже начали работать. Я с вами общаюсь. У меня непрямой эфир. Понятно, что непрямой, но все-таки на всякий случай. Ну, то есть, расскажите мне, в чем ваша логика? Почему Якутия должна быть частью Российской империи, а Монголия не должна? В чем разница между ними? Потому что Монголия, как-то, мне кажется, Китай на Монголии тоже этот... Ну, знаете, у нас в Монголии что-то нечто среднее между Россией и Китаем. Не понял. Я не понял, в чем разница между Якутией и Монголией. Нет, одно время были разговоры о присоединении Монголии, но я так думаю... Классное слово, правда? Присоединение. Мне так нравится. Это называется завоевывание, а не присоединение. Это не одно и то же. Вам надо съездить в Монголию и посмотреть. А-а-а, спасибо, Бог миловал. Почему? Вы считаете, что там плохо? Я не считаю. У меня нет никакого желания посещать Монголию. А, кстати, вот, Андрей, почему вы считаете, что у нас страна, например, эта... Подождите, подождите, ну, мы не закончили тему, согласитесь. Вы мне пытались объяснить, в чем разница между Якутией, которая является частью Российской империи, и Монголией, которая не является. На примере двух студентов, которые учатся в Петербурге вместе с вашим сыном, одновременно в одной группе. Ну, вы навязываете сейчас мне вот эту тему, что я вам хотела объяснить. А вы... Не, я у вас спрашиваю, вы можете мне объяснить разницу? Например, мы жители Центральной России, можем поехать в Сочи отдыхать. Я у вас спрашиваю про Якутию и Монголию. Вы можете объяснить мне разницу, почему Монголия может жить и существовать отдельно от Российской империи, и при этом студент учится в Петербургском вузе, а Якутия не может существовать? В чем разница между Якутией и Монголией относительно Российской империи? Ох, Андрей, Андрей, вы так и клоните на это. Я считаю, что вместе мы, наверное, как-то... Вы не слышите меня? Вы чувствуете какую-нибудь разницу между Якутией и Монголией? Для вас, для жителей Петербурга? Или для жителей Центральной России? Но Монголия не является частью Российской Федерации. Вот, а я же у вас и спрашиваю, а в чем разница? Почему? А Якутия и Истари являются частью России. А в чем разница? Я это понимаю и так, без вас. А я не могу понять, в чем разница. Почему Монголия не является частью России, а Якутия является? Ну, мы же сказали, вам ответили. Это не наша территория. Понял. Другими словами, у вас нет ответа на этот вопрос. А вопрос, согласитесь, очень простой. А вопрос, если продлить немножко дальше, то звучит так. Почему Якутия не имеет права на самостоятельное существование без Российской империи? Как, например, Монголия. И что Якутия в случае получения независимости от Российской империи, что Якутия потеряет? А так она находится под покровительством Российской Федерации. А зачем ей нужно покровительство Российской Федерации? Потому что если она отделится, ее уничтожат соседние страны. Какие? Какие соседние страны уничтожат Якутию? Какие соседние страны уничтожат Якутию? какие какие соседние страны могут уничтожить а почему соседние страны не уничтожили монголию например вот это я и имею ввиду когда вы не понимаете что вас объединяет вы не понимаете почему я и якуты этого не понимают почему они должны жить с москвичами в одном государстве и с жителями города махачкала у них нет у них нет ни любви друг другу они просто разные эти люди разные менталитет у них разный вы их в одну комнату посадите в одну комнату вот житель города владивосток или там хабаровск вот из махачкалы человек и вот якут и чукчу и вот их вместе собрали в одну комнату и начинают задавать вопросы они между собой не поговорят они не найдут общего языка моя твоя не понимай понимаете что объединяет якута и жителя города махачкала что их объединяет а что объединяет гагаузы например и литовцы ничто их не объединяет они все находятся в евросоюзе в одной стране у них вовсе это все не одно и то же это не одно государство разные законы разные религии но одни и те же ценности у них паспорта разных стран один гражданин литвы или там латвии другой гражданин молдовы там например это не одно и то же они объединились евросоюз чтобы упростить например перемещение по эти точно но ведь у вас же это вовсе не так как не так у нас а вы объеде они объединились то есть это добровольное объединение якутов и dieg и жители республики дагестан они добровольно объединились так игре давайте жить вместе екут и игрит а чечен и говорит до давайте мы тоже очень за давайте жить и хабаровск скакал 17 суток там на коня ли сколько там 24 дня надо скакать наконец хабаровска туда в грозный чтобы говорю давайте жить вместе. Ну, конечно, давайте. А чего же нам не пожить-то? Мы так рядышком, друг с другом живем. Это империя. Вы, если не расширяетесь, если вы не присоединяете, а на самом деле завоевываете соседние страны или части соседних стран, которые слабы, которые ослаблены по каким-то причинам. Вот Украина была в 2014 году ослаблена. У нас была проблема. И вот если вы не расширяетесь, тогда, получается, становится остро вопрос, что вас объединяет. Татарстан Махачкалу, понимаете, Грозный, Казань и Якутов. Ничто не объединяет. Ничего не объединяет. Вы просто высасываете оттуда всю энергию, всю кровь, все соки. Вы из Якутии берете полезные ископаемые. Вам в Москве нужны не якуты и не их земля, а то, что под землей лежит. Вам нужен газ, вам нужна нефть, вам нужны алмазы. Вот что вам нужно. А якуты сами по себе вам не нужны. С Махачкалой, с Трубки, с Трубки, с Трубки, с Трубки, с Трубки. Дагестан сажает сады. В Дагестане сейчас в последнее время начали пробовать сажать хлопковые поля. И вот мы, например, как бы Дагестан отделяется. Во-первых, Дагестан, по-моему, стоит в первых строчках по дотациям. Они именно дотационный регион. Вы говорите, из Якутии берут и отправляют в Дагестан этот дотаций. И вот сейчас они отделяются. У них растут сады. Им надо будет куда-то реализовывать свой товар. Если мы, они отделяются, то получается их как бы все-таки конфликтная ситуация. Вы не хотите жить с нами. Россия может, например, закупать яблоки. Кстати, вот сейчас очень много садов у нас сажает. Этот, на Краснодарском крае. И вот, например, они перестанут закупать датистанские яблоки. А сады сейчас сажаются в расчете на то, что... То есть вас интересует вопрос, куда будет Дагестан продавать свои яблоки? А вы думаете, что яблоки можно продавать только в Российскую Федерацию? А куда, если у всех все свое? А куда ж, если у всех все свое? Понял вас. Тем более, Дагестан... Слушайте, но, быть может, если жители Дагестана хотят сами решать этот вопрос, куда им продавать яблоки, быть может, они их будут кушать. Сами. Без вас. Разве не нужно вот это право им оставить, не забирать у них это право на независимость? Понимаете? Вот мы, мы производим зерно в Украине. Украина, это одна из важнейших житниц мира. Мы страна номер один по производству подсолнечного масла. У нас земля такая, которая родит подсолнечник. Понимаете? Подсолнухи растут. А подсолнухи выращивать очень сложно. Они высасывают из земли очень много полезных веществ. Это только жирная земля. Только такая плодовитая земля может давать подсолнечник, только урожай. Мы продаем свое подсолнечное масло даже в США. А вот на 91-й год, когда мы разъединялись с Российской Федерацией, куда же мы будем масло продавать? Неужели в США? Да что вы? У них что, своего масла нет? А оказывается, можно продавать масло даже в США. У меня вчера был стрим с Сергеем Ивановичем «Киевская Русь» и с Николаем из США. И он говорит, что вот у меня в городе, в моем, где я живу, в США, в супермаркете продается украинское подсолнечное масло. Понимаете? Почему вы думаете, что Дагестан может продавать яблоки только в Москву? Дело не только в яблоках. Дело не только в яблоках, дело в свободе. Пусть они сами решат, куда им продавать свои яблоки. Мы недавно разговаривали с дагестанцами, а у них таких мыслей нет. А я разговаривал с дагестанцем, и у вас нет доказательств, что у них таких мыслей нет. А я разговаривал с дагестанцем, и у меня есть ролик, что у них такие мысли есть. Один-ноль в мою пользу, понимаете? А, конечно, я нанимаю массовку, да, 12 долларов в час. Приходите, хотите поучаствовать? Будем разваливать Россию вместе. Нет, нам это не выгодно. Не выгодно? А вы не задумывались о том, что вы, может быть, поступаете неправильно? Задумывался. Ну вот не задумывался, да? Задумывался, я задумывался, подумал и решил, что поступаю правильно. Подождите, я еще хочу спросить. Вот смотрите, ну ладно, давайте. Если Якутия отделяется, Дагестан отделяется, все республики отделяются, вот как вы мечтаете. Нет, не как я мечтаю. В этом нет моих, понимаете, мечтаний каких-то. Они вытесняют украиноязычное население к вам в Украину. Вы готовы принять? Украиноязычное население вытесняют откуда? Из Дагестана? Да, вот взять Якутию, например. А, из Якутии вытесняют украиноязычное население? На Сибири, например, да. Вот там Хамтинази. А с чего вы решили, что они будут вытеснять украиноязычное население? Вытесняйте домой. Помните лозунг «Чемодан вокзала России». А мы вытесняем, по-вашему, русскоязычных в Россию? Ну, потому что мы в чат-рулетке общались с некоторыми этническими украинцами. Так они говорят «всех русских вон». А вот я с вами сейчас общаюсь. Русские, это что значит русские? У нас есть русские, которые воюют против российских... А я с вами сейчас общаюсь, у меня куча роликов, которые говорят об обратном. 2-0 в мою пользу. Ну, ладно, вы так не делаете, а они вот так захотят... А как вы думаете, я вам задам вопрос. Вот вы же видите мои ролики, вы видите... А почему меня никто не вытесняет из Украины? Как вы думаете? Потому что вы пока полезны. Потому что пока время не пришло. А-а-а, понял вас. Время не пришло. Нужно немножко потерпеть. И придет время, и меня тоже вытеснят. А потом начнут наладить порядок в Снегастрове. А вот на вопрос, кстати, не ответили. Вы готовы принять украинцев обратно в Украину? Мы готовы принять украинцев всегда. Украина это родина для украинцев. Если украинцам некуда ехать, если их где-то притесняют, если где-то они чувствуют себя обиженными, оскорбленными, если там есть место, где украинцам говорят, что украинцам там не место, им всегда есть место у себя на родине. Всегда. Все украинцы знают, что родина их Украина. Здесь есть место, здесь есть земля, здесь есть что делать, чем заниматься и как жить. Украинцам здесь жить хорошо. Да, ну вот вы так говорите, а другие люди говорят, нам хохлов не надо. А, хохлов нам не надо, я говорил про украинцев, а хохлов нам не надо, извините. А чем они отличаются? А чем хохлы отличаются от украинцев, у меня есть целый ролик на две серии, можете посмотреть. Ну вот, например, с украинскими фамилиями отправят к вам в Украину. А, с украинскими фамилиями, то есть у вас есть, например, спикер Следственного комитета Российской Федерации, Светлана Петренко. Давайте ее отправим к нам. У нас к ней много вопросов, слушайте. Я так понимаю, вы один собрались говорить. Вот я говорю, вы готовы к такому варианту, что разваливай Россию и говорят, что о Якуте для Якута, Дагестан для Дагестана? Я такого никогда не говорил. Вы только что сказали, что Якуты должны жить отдельно. Ну, это я говорил. А что Якутия для Якутов, я не говорил. Но Якуты решили жить отдельно. Да, и слава Богу. А что решат там Якуты? Давайте уже будем говорить с Якутами. Вот, например, вот такой сценарий, если будет, и со всех республик Украины. Ага, я понял. То есть я должен вам ответить на вопрос, что если так случится, что будет, как я буду себя вести. Ну, вы будете меня. Смотрите, это вопрос такой же точно. Вот вы просыпаетесь утром, а вам доктор говорит, вы знаете, что вы на самом деле маньяк-убийца. И вы убиваете людей просто так, потому что вам так хочется. И вы понимаете, что да, действительно это так. Кого вы пойдете убивать? Свою маму или своего старшего ребенка? И вам вопрос задалет. Да, да, да. Понимаете, эти вопросы не имеют под собой никакого смысла. Я ответ на вопрос, кстати. Переводите разговор. Я вам говорю, что ваш вопрос не имеет под собой никакого смысла. Если Якутия решит... А если Якуты решат воевать с Махачкалой, например, с Дагестаном, что я должен делать? Я без понятия, что я должен... Я не знаю. Это вопросы у вас к Якутии и к Махачкале, к Дагестану, не ко мне. Я никак не могу отвечать вам на эти вопросы. Если сейчас... Вот смотрите, у вас сейчас никакого разделения не происходит. Но почему-то у вас Ингушетия с Чечнёй уже конфликтует. И уже пошли выстрелы, пока еще поверх голов. И на границе у вас уже очень напряженная обстановка. А мы за этим очень тщательно следим. А никакого отделения еще не произошло. Что вы будете делать, когда начнут друг друга убивать чеченцы и ингуши? Братские, в принципе, народы. Они не должны стрелять друг к другу. Но смотрите, никакого отделения не произошло. И вроде как будто бы я здесь и ни при чем. Заметьте. Если вы тему свернули... Но вы ведь тоже вносите свой вклад в развал России? Вот вы пытаетесь разваливать... Нет, никакого вклада своего я не вношу. Да, вы сказали, что вместе будем разваливать Россию. Вот приезжайте, говорят, вместе. Вы же так сказали. С удовольствием бы посмотрел, как развалится Россия. Но вклада своего я никакого не вношу. А какой мой вклад? Вы тоже вклад в это тем, что пытаетесь нас, жителей России, натравить друг на друга. Я у вас спросил простой вопрос. Вам задал простой вопрос. Почему Монголия может жить отдельно от Российской империи, а Якутия нет? А вы стушевались и не знаете ответа на этот вопрос. Поэтому я делаю вывод, что Якутия, точно так же, как и Монголия, может жить отдельно от Российской империи. А дети якутов и монголов могут учиться в петербургском вузе вместе с вашим сыном. Им ничто не помешает. А Якутия тогда будет самостоятельно распределять денежные ресурсы от продажи своих природных ресурсов. Якутия будет продавать свой газ туда, куда захочет, за те деньги, за которые она попросит. А Москва при этом не будет ей указывать. Быть может, давайте дадим такое право якутам. Как вы думаете? Ну вот Москва, как вы будете... Вот вы сейчас являетесь транзитером газа через Европу, правильно? Да. А если все вот это по границам разрушится, как вы думаете, транзит газа... А мы с Якутией договоримся, вы знаете. Ну как вы договоритесь... А давайте, смотрите, давайте мы вот сначала... Она развалится, Россия, а потом мы будем с Якутией договариваться. У нас есть мысли по этому поводу, и есть у Якутии мысли по этому поводу. Мы разберемся, не переживайте. Надо опять же того, вперед, а не вот давайте... А мы уже знаем как, но я вам не скажу. Ну я знаю, как вы хотите. Как? Вы не можете победить Россию и пытаетесь, чтобы она развалилась изнутри. Весь мир насилия мы разрушим до основания. А затем... А затем уже вот тут как бы, тут отдельно, уже не для россиян, тут для нас. Мы сказали, что насилие не с этой стороны, а с той идет. А, мы напали на Россию. Забрали часть у них Ростовской области у вас, да? И убиваем вас где-то там под Таганрогом. Прививные, запланированные, так сказать. Американцы во всем виноваты. Я понял. У вас есть ко мне вопросы серьезного характера? Серьезного характера. К сожалению, я вам вынужден сказать, не смотря на то, что вы обе женщины... Разрушить. К сожалению, я вам вынужден сказать, что не смотря на то, что вы обе женщины, вы не воспринимаете это как оскорбление. Ни в коем случае. Но вы ватницы. Чистейшей воды. К сожалению. Это очень большая проблема всей Российской Федерации. Чего отличается ватник от человека? У вас отсутствует причинно-следственные связи и нет ответов на элементарные вопросы. Вы жертвы пропаганды. Вы не можете на некоторые вопросы ответить. На некоторые или на элементарные? На элементарные. Хорошо, я вам задаю последний вопрос и мы разбежались. Вы на двоих можете мне объяснить, почему летом тепло, а зимой холодно? Но все равно, вам же ответ не важен. А вы нашли ответ на этот вопрос? Я вам задал простой вопрос. Почему летом тепло, а зимой холодно? Почему происходит смена времен года, по-вашему? Ну, я вот могу, например, вам сказать, Сатя, но вам не понравится. Скажите. Мы знаем, в какой форме земля. Это шутка, это сарказм. Он здесь неуместен. Вы должны доказать, что вы понимаете простые вещи. Давайте вопрос шире сделаем. Мы даже не стали. Почему происходит смена времен года? Почему летом теплее, чем зимой? Мы даже задумывались, почему человек рождается. Вы мне задаете вопросом на вопрос, так нельзя. Ответьте на элементарный вопрос. Докажите, что вы не ватники. Что вы понимаете какие-то элементарные вещи. Объясните мне. Но мы это знаем, но мы не будем. А, но мы знаем, но мы не будем. Это как в школе. Я знаю, говорит, ответ, но не скажу. Садись два, говорит учительница. Садись два. И нас давить. Это психологически... В чем я вас давлю? Я молчу. Смотрите, говорю. Почему летом тепло, а зимой холодно? И молчу. Ответьте. Давайте, давайте я вам отвечу. Давайте. Ну, у нас Земля, да? Наклонена по оси. Она возвращается по эллипсу вокруг Солнца. Правильно? И в определенный момент происходит время года. Как бы логически рассуждать, чем Земля ближе к Солнцу, тем теплее. Но по факту получается у нас наоборот. Земля чем дальше от Солнца, тем теплее. Вот на вопрос, почему так, я, например, ответ не то, чтобы не нашла. А вот задумайтесь, если Солнце греет Землю, и она поворачивается другой стороной к космосу, почему она не остывает так быстро? Она же должна летом тоже быстро остынуть. В космосе, тем более, такая температура. Видите, на многие вопросы ответов нет. Ночью холоднее, чем днем. Всегда. Ну, нет, ну, почему вот 18 градусов тепла летом? А если... Вы мне так не ответили, вы мне частично ответили, а теперь, собственно, задаете мне отдельный вопрос. А полностью ответьте, почему же происходит смена времен года? Почему? Почему вы этот вопрос постоянно задаете? Потому что на него ответа нет, если его... А, на него нет ответа, я вас понял. У меня больше вопросов нет. Ну, а если с учебником, то происходит смена времен года, то, это, как сказать, земля вертится вокруг Солнца. Часто? Часто она вертится вокруг Солнца. Когда она поворачивается одной стороной к Солнцу, там лето. А когда, ну, а другая противоположная... А часто она поворачивается к Солнцу одной стороной, а потом к другую? Часто? Входит смена времен года. У вас есть ко мне вопрос серьезного характера? Да ну, вроде бы нет. Вроде бы нет. Все, я побежал. Спасибо. Меньше смотрите телевизор. Это очень плохо влияет на ваши мозги. Очень плохо. Телевизор не смотрим, не переживай. Телевизор не смотрим, не переживай.